Приветствую тебя, дорогой друг! С тобой я, Даня, и сегодня мы начинаем играть за Эфиопию в дополнении Blood Alone. Если кто не знает, то в этом дополнении сделали фокусы для Эфиопии, Италии и Швейцарии. И сейчас мы будем смотреть и выживать за Эфиопию. Итак, наша военная команда решила построить оборону. Ну, она будет заключаться в том, что нужно оборониться в горах. Поскольку оборону на южном фронте, как я вам показываю, придётся один город знать, ну, что поделать. А ну, придётся так делать, ради нашей победы над итальянским фашизмом, итальянскими захватчиками. По фокусу берём 2-я Эфиоповская война, и наступаем из первых городов на севере Аксум и Адуа, извините, если неправильно прочитал. Ну, и поступаем, и сейчас наша задача просто выжить, обороняться в горах. В горах обороняться хорошо, потому что... Потому что это горы, и итальянцев тяжело будет нас пробить. Поэтому я и отступил, вот, как видите, на южном фронте в горах. Так, и сейчас вот просто наша задача просто держать оборону. По исследованию у нас электроника и пулемёты. И да, это первое видео, которое я хотел... Не первое, ну, первое про Хьюсфар М4, которое я озвучил поверх записи. Вообще давно я хотел так сделать, но никак чё-то руки не доходили. Сейчас мы, собственно, это и будем делать. Так что извините, если как-то я слишком быстро говорю, или ещё что-то типа того что-то. На данный момент у нас будет таймлапсик. Сейчас, как видите, я... Начал развитие поощрять местных дорог. Это потом пригодится, потому что... Ээээ... У нас тут будет, правда, не схватка снабжения. В то время Италия начинает аннексию Султана Тауса. Ну... Поэтому мы переводим эти войска на... Захватить город Тауса. Так как Султанат уже аннексирован. Для Италии это очень своим преимуществом. Поэтому нам нужно будет взять его. Сейчас вот. Я специально атаковал, чтобы... Они его не взяли. К тому же в Султанусе располагается один военный завод. А военные заводы никогда не лишние. Ну... Сейчас будет таймлапсик какой-то интересный. С музычкой, наверное... Классную для жилька музыку поставлю. Вам понравится. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 И также беру советников для укрепления, а также прокачиваем генералов. И тогда должно всё у нас получиться. Мы в это верим. Они уже потеряли 60 тысяч человек, итальянцы. И тогда мы всего 43 тысячи. Небольшой спойлер, потери будут только расти. У итальянцев, конечно же. Мы тут добровольцев берём и также исследуем им станочки, чтобы больше виток производить. Ну и продолжаем выживать. Я уже начинаю идти в какое-никакое контрнаступление. Ну стараюсь пока не видеть. Мы уже пару чеку территории Султана Тауса захватили одну провинцию. И сейчас мы, возможно, эту захватим. И всё у нас будет хорошо. И мы выгоним итальянских захватчиков с наших земель. Мы победим. Слава Эфиопии! Теперь берём фокус северный рывок для захвата Ритреи. Чтобы выметь оттуда итальянцев. Небольшой спойлер. У нас, к сожалению, оттуда не получится, но получится на юге. Что касается того, как мы будем на сту-контр наступать, я предлагаю сейчас новую таймлапсику допустить. Да, нас немножко пробили, но в целом ничего страшного. Так что качаем доктрину, если у нас есть опыт армии. Берём доктрину крупномасштабного планирования. Она нам пригодится. Нас немножко пробили, но ничего страшного. В целом держаться мы можем. Сейчас будет таймлапсик. Но, может, сейчас ещё отсюда вот выбим. Эти войска итальянские. Ну и будем наступать. Музыка, да, я уверен. Классу я поставлю. Так что вам понравится. Музыка, да, я уверен. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Всем пока, удачи и счастья вам И да, это видео я, наверное, попыток раз 9 хотел записать Не выходило Ну да, благо, что благодаря помощи Серёжи у меня получилось Ладно, у меня вчера был день рождения Всем пока, удачи и счастья вам